добрый день уважаемые зрители добро пожаловать обратно terra invicta за сопротивление так прошелся я по своему списку имен но что-то как-то ничего подходящие под такую картинку я не нашел чек это напомню слишком темная для израиля ну ладно окей поэтому будет она у нас рюльчатай ок до других повышений у нас нет задачи все выставлены поехали об уйти в тень миссия завершена ну-ка давайте проверим вообще пишет что не видно его но как-то сомневаюсь воодушевление успех лояльный советник увеличилась на 1 надпись предатель пропала то есть достаточно поднять лояльность на 1 чтобы ушло предательство в случае повторяем так это не наша тут летают меркурий кстати их флот остался остался них тут остался флот без дельте в один поврежденный дредноут какой-то флот туда летит пришельцы меркурий 4 июня 11 апреля 8 кораблей мы успеем до 11 апреля вернуться на свою базу давайте оценим боевую способность наших нем до меда не станция тауса виктор 439 почти уничтоженный корабль сильно поврежденный поехали но навстречу подать заявку начать бой посмотреть как они будут действовать давайте в две линии максимальное ускорение на старте бомбом бомбом они готовы выйти из боя удивительно с чего бы это вдруг радиус стрельбы дальность прицельной 850 вот видно было что да по несколько выстрелов ему приходится делать по каждому снаряду то есть одного выстрела ему не хватало чтобы уничтожить снаряд ну или мне так показалось но мне показалось что по по два по три выстрела он делал по два вроде на каждый снаряд чтобы его уничтожить ок вернуться на базу переход может у нас еще где-то есть такие безоружные нет на марсе на марсе вообще нет вражеских лотов и никто не летит 70 недель им лететь до низкой околоземной орбиты пожалуй пас а если м д 63 недели нужны на ров новые двигатели нужны нормальные двигатели так операция зачистка прервана кто-то успел раньше нас исход болен гибридный компонентный термоядерный реактор я кстати не знаю надо следующее что нужно искать это в каком порядке выполняются вот эти действия кто первый кто кто не первый так гибридный компонентный термоядерный реактор хорошо так 35 31 но уже ускорение прям я верни не ускорение а тяга прям хорошая у этих двигателей институт космических наук развитое космическое командование давайте устоять с боем при работе нашего центра управления полетами события восстания восстания в хобби с меньшей вероятностью повлияют на нас давайте мы вот это откроем так поехали дальше изменение режима так александр александр так не давайте мы поводушевеем нашего нового агента гюльчатай юльчатай юльчатай так 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 это если они не защитят . но есть скорее всего они ее защитят ну давайте попробуем так повышение нет забыл компании по по компаниям пройтись и ну ладно еще раз пройдусь так 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 фиксер автоматизируйся пока 27 марта то есть кто-то еще начал больше сюда вкладывать или наша наука выросла в любом случае быстрее это откроется с 1 гюльчатай плюс 1 у александра пускай работают они в китае находятся отлично новый доступный проект рейнджеры сопротивления это специальный проект именно только для доступны для сопротивления насколько я знаю ну не зря так называется это более продвинутые морпехи для наших атакующих целей похищены данные исследования дополнительное обучение слуги ну получили они доступ к нашей информации институт информатики завершён отлично так где там эти рейнджеры 5000 исследований штурмовая ценность 10 ok доступен специальный проект регионы с движениями за независимость имеют на 50 процентов больше шансов отделиться после наших миссий по беспорядкам там борцы за свободу нет америк соединенные штаты северной америки бенилюкс предлагает прекратить войну с соединенные штаты северной америки и китай мы воюем с бенилюксом китай и америка воюет с бенилюксом европа нет кто еще в этой войне участвует о ё-моё нас целая куча войн , . у них армия есть одна армия инспе я могу захватить бенилюкс забрать себе эти контрольные точки объединить их с европой допустим я еще европу не контролирую не дайте мы мир подпишем так нет не бельгия а я же нажал подтвердить возможно я ошибся нажал на что-то другое ладно армия давайте возьмем китайские армии которые у нас интересно получится туда и дойти по земле сейчас давайте проверим тайские армии которых нету привязки к флоту нет не получится тогда возьмем так стоповазки и воентехи 42 раз-два-три кто там еще был израиль турция чехия до чешская республика австрия бенилюкс ирак бразилия нигерия мали и чат бразилия кто контролирует протекторат в бразилии 6 армии вау так турция две армии у ирака две армии и восемь четыре и три а у израиля одна армия протекторат европейский союз воюет с нигерией который контроль контролирует протекторат протекторат столько всего контролирует сколько у них точек используется четыреста сорок семь ну окей давайте сначала с бенилюксом разберемся потом посмотрим а то вдруг инопланетяне опять высадятся мы будем не готовы наш армии будут повреждены кстати по поводу инопланетян мне там тоже в комментариях дали отличную идею про которую я забыл в прошлый раз лот который летит к нам мы его можем переименовать так это корвет окей нету таких я смотрел есть ли у них летящий к земле флот с армией мы тогда можно могли бы его переименовать там дать ему название армия чтобы знать что вот этот флот он несет армию с ним нужно разобраться до того как он прилетит так все местоположения проверять все их флоты конечно на это будет не очень хорошая мысль но к земле в любом во всяком случае таких не летит это уже хорошо так проект завершён развитие развитая космическое командование хорошо новая комп организация нирвана на роки 3 так пупу 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 пум текл пупу 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 я хотел сказать очень что неправильно как-то отсортирована так институт космический я просто искал краса разные те самые институты вот нашел институт космических наук так а строили мы где это все дело где-то на марсе конку какую-нибудь такую чтобы обратить внимание так третий уровень материалы есть информатики не было 25 процентов еще есть 9 свободное место где мы еще сможем это все дело строить пока что нет и горенько зато цупы наши построились очень хорошо операция зачистка провал это не наша нет наша шанс 7 процента они защитили свою точку сволочи гималайские штаты защиты и стекла но здесь нужно пропаганду сначала сделать а наши пропагандисты пока заняты другими целями задачами агент протектор а то сколько он интересный агент в принципе неплохой а давайте мы его исследуем для начала посмотрим на его лояльность было бы неплохо иметь возможность перетягивать здесь агентов чтобы ставить их в том порядке которым мне удобно воодушевить плюс 2 надо еще безусловно александр плюс 1 гринфлай надо будет спрятаться остальных вроде пока порядок глобальное исследование завершено ультрафиолетовые боевые лазеры есть кстати про вот эти вот иконки я все никак не мог понять почему-то иногда у меня убивали агентов которых не было этих иконок и мне в комментариях написали что иконки вот эти появляются не сразу то есть на нас могут обнаружить а мы об этом еще не узнаем честно говоря не уверен насколько я как я отношусь к такой механики но окей нужно просто учитывать такую возможность так сопротивление внесли наибольший вклад и выберет новое направление без озонового слоя защищающего нас от ультрафиолетового излучения жизнь на нашей планете никогда бы не зародилась канцлер ли цин джао академия серия семинаров по астрофизике в университете цин хуа несмотря на то что переход к лазерному оружию использующему видимый свет увеличил его мощность и универсальность его недостаток в дальности снижает его полезность дальних конфликтах вместо этого мы теперь обратимся к боевому лазеру ультрафиолетового излучения с экстремальным ультрафиолетом умопомрачительно сложно доработать потому что он прожигает почти всю материю при контакте да идеально подходит для ударов по тяжелым тяжело бронированным врагам но сначала нам нужно сфокусировать его не разрушая при этом при этом мгновенно необходимые линзы линзы и зеркала специальные новые диэлектрические зеркала покрыты несколькими слоями сверхплотных наноматериалов с высокой отражающей способностью преодолевают эту сложность позволяя нашему новейшему оружию использовать ультрафиолетовый спектр без потери интенсивности эти лазерные системы способны стрелять точными лучами на большом на большие расстояния нанося огромный урон используя ультрафиолетовый свет мы также еще больше уменьшили эффект рассеивания атмосферных частиц сделав это новейшее оружие еще более мощным в атмосфере земли а также в космическом вакууме планетарные защитные модули будут использовать ультрафиолетовые лазеры следующие проекты могут быть разблокированы ультрафиолетовые лазеры разных уровней и размеров отлично только маки 5,1 тераватт 1 тонна на гигаватт то есть мощность у этих двигателей хорошая но потребление многовато противый торус фонарь 952 дельтави миллион шестьсот восемьдесят тяги алмазоиды к чему ведут титаник и тераваттные термоядерные реакторы адамантован адамантановая броня упроченные убежища хабов хабы получают на 25 процентов меньше урона от орбитальной бомбардировки ядерные торпеды тартарус магазин 5 дельтави девять с половиной ускорения с 4 и 9 расстояние с уроном 1 конусе взрыва 149 километров сдерживание антиматерии массовое производство антиматерии оружие из антиматерии материя это другой вид двигателей который нам станет доступен но для этого нам нужен будет новый ресурс антиматерия который нужно кучу энергии плазменное оружие давайте откроем это алмазоиды адамантановая броня увеличивает максимальный уровень военных технологий для всех от человеческих наций на 05 до теперь мы можем больше вкладывать опять в наши проекты и ждем очень ждем открыть есть вот этого мы ждем батареи ультрафиолетовых лазеров диаметром 60 сантиметров батареи ультрафиолетовых дуговых лазеров диаметром 60 сантиметров операции изучить советников успех повторить закрыть 5000 на рейнджеров я думаю что рейнджеры подождут рейнджеры нам менее нужны чем лазеры дуговые лазеры естественно нас интересуют поехали похищены данные исследований техника очистка воды с лугами но опять таки мы не видим что а вот теперь видим что александра кто еще видят слуги окей дополнительный модуль завершён база томас виндхэм а новый добывающий комплекс окей кстати я не помню я везде обновил добывающие комплексы нет а надо бы здесь уже 279 воды а будет 372 воды и 137 радионуклидов конечно мы хотим это обновить и надо обновить электричество хотя здесь а когда мы их будем обновлять тоже нужно будет всё равно больше электричества а здесь уже есть два больших я думаю откуда здесь так много электричества да если мы уберем еще 85 до этого да все равно будет хватать а вот теперь если мы еще уберем 85 то не будет хватать что пока что этого нормально этого достаточно следующее так это сопротивление наземные марс так посмотрим сна так так хорошо здесь я специально отключил да да чтобы не тратить супы на это дело ну вот здесь третий уровень ну не самая богатая шахта окей давайте обновим здесь есть институты вот институты однозначно нужно обновить добавляем энергии так добавляем энергии там не был институтов Так, шахта Институт Есть Да, пока мы будем все это дело обновлять институты, я имею ввиду, мы будем получать меньше дохода по науке, но что поделать Потом он увеличится Так, управление, комплекс институт Есть Тут есть боевая станция Мне на поверхности боевые станции не нравятся Они Их слишком легко вывести из строя Поэтому мы ее можем убрать спокойно Поставить вместо нее институт Биологии, скажем Здесь еще и казармы есть Ну, от казарм хоть какой-то смысл может быть, если вдруг попытаются именно захватить станцию Так, материалы Нет, пока оставим Пум-пум-пум-пум Выключить я ее не могу Окей Так, здесь уже обновляется Мы весь Марс контролируем, интересно Что-то сток прямо на сторону Пас Так 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 Угу М-хм М-хм так у нас пока что идет минус по воде и газом но пока строятся шахты сколько им нужно времени у блин многовато времени нужно так здесь нужно обновить ядро колонии что такое исследовательский комплекс а.о. это чистая наука честно это на фобосе ок обновили кучу станций вернее этих хабов когда все это заработает то у нас ситуация станет намного лучше новый доступный проект ультрафиолетовая дуговая лазерная пушка диаметром 240 сантиметров это которая на нос устанавливается насколько я помню австрия предлагает прекратить войну с соединенными штатами северной америки и китаем австрия вас контролирует протекторат я жму подтвердить война не прекратилась блин в следующей фазе может да не уверен я как-то мне кажется это сразу должно происходить война осталось так тебе нужно спрятаться так у нас кто александр шпионаж что и надо прокачивать у от науку поднимем на один и получим увеличенный бонус от плюс 10 бум подтвердить затаился хорошо воодушевление успех данный доступный проект ультрафиолетовая лазерная пушка диаметром 240 сантиметров по корабль запущена 2 на блок 4 на орбите меркурия мед 1 до так лазер мы сможем обновить потому что это будет замена одного лазера на другой то есть это не повлияет на обновление насколько я понимаю дуговые тупо тупо лучше чем обычные так рельсотроны и соответственно второй уровень убираем оставляем третий уровень гаусса третьего уровня пока нет так баллистику 6 8 дюймов убираем 40 оставляем магнитное оружие опять-таки второй уровень убираем здесь ждем когда откроется ультрафиолетовые кей пупу-пупу-пум так морпех мы новых пока не открыли окей тогда пока можем построить еще один адвена нам нужно время чтобы открыть это 6 мая 20 апреля изучить советника успех лояльность 4 протектората агент армия завершает развертывание в амстердама в амстердаме вступает в бой с силами противника слуги украли предсказуемый системой он же уже спрятался все я бы понял если бы это произошло до того как он спрятался но после того как спрятался миссия должна была сорваться то есть они еще кого-то знают либо его знают и мы пока этого не видим так меркурий нет не дергаемся начал бомбардировку база так следующий флот прибудет в июне 8 кораблей дредноут корвет крейсер монитор эскорт боевой крейсер корвет фрегат плюс нас есть 11 малых кораблей есть плюс 11 это 17 их 8 все корабли сразу вступят в бой не надо трогать мою базу нам ничего плохого не сделала начать бой раз посмотрим сначала авторазрешение что нам даст не верни не автор разрешения автоматическое пилотирование так в три линии максимальное ускорение так я хочу чтобы линкоры были посередине верни не линкоры дредноуты чтобы они максимально перекрывали точечной обороной соседей подтвердить ну давайте посмотрим что из этого получится вот это мне не нравится у и тактика с ракетами они просто массил рованный зал прям вот бесконечно все пока все не отстреляют они будут их стрелять вот это мне не нравится зато корабли активно маневрирует я бы просто летел тупо по прямой и попасть из магнитных пушек по мелким кораблям практически нереально они слишком много маневрирует активно я не понял они не сбежали или это мы их уничтожили уже все так этого однозначно уничтожили что я не обратил внимание куда делись все их корабли если мы их всех перебили то это прям мега круто а еще раз дредноут бригад монитор корвет боевой крейсер корвет крейсер и эскорт ну в принципе не такой прям страшный флот но все равно это очень хорошо очень хорошо какую там они станцию атаковали нет ни меркурий и не земля в смысле а меркурий эти мы по меркурию тоже пройдемся обновиться до 3 уровня что-то я тоже только марса сделал меркурий здесь есть третий уровень добывающий комплекс надо тоже обновить вот это они по уничтожали экспериментальный комплекс восстановить что это операционный центр восстановить экспериментальный комплекс установить гидропонная ферма восстановить строительная фабрика строительная фабрика операционный центр зонный центр хорошо что здесь есть строительная нанофабрика одна уцелела она позволит остальное отстроить побыстрее так хорошо скорее всего здесь и трех хватит даже когда мы обновимся до третьего уровня ну посмотрим так стоп я еще не закончил закончил зачем нам на меркурий термоядерные реакторы что что а а а а а а а а эти построить стадо из потом их у смогу убрать что здесь абсолютно не нужны они боевые станции здесь тоже не нужны и здесь институты у нас были военный биология материалы военный биология материалы добавим информатику и ксенологию так ты сколько даешь энергии 250 все еще многовато так таки все по-моему да еще один остался нет этот уже обновляется до третьего уровня этот обновляется биологии по-моему нас мало или информатики но пускай будет биология военный нас биологии у нас не так много проектов запуск нам на базу лично так мина разделить поп-пу-пу-пу-пу-пум гахара разделить тебе пополнить припасы тебе переименоваться в ме-1 что такое не один сохранить ремонт и пополнение припасов поехали хорошо очень хорошо наши дредноуты пока что показали себя неплохо а когда мы их еще перевооружим на новые лазеры будет еще лучше общественный срыв популярный и уважаемый ведущий новостей неожиданно приходит похвалил прибытие инопланетян во время эфира ведущий долго говорила предлога предполагаемых мотивах прибытия инопланетян утверждая что это может быть только положительным событием для человечества и что зрители должны принять инопланетян всем сердцем нет нужды говорить что это вызвало ажиотаж не только среди их аудитории но и среди широкой общественности они имеют право на свое мнение позвольте им высказать его так как они хотят увеличивание общественного мнения для пришельцев в америке сплоченность в америке минус 1 и нам недоступна опция 2 потому что разрешено для слуг опция 3 разрешено для великого человечества и опция 4 разрешено для инициативы замечательно корабль запущен а еще один дредноут так д д д д д это уже сколько двенадцать дредноутов кей давайте мы дождемся уже открытие вот этого нового ультрафиолетового лазера и потом начнем строить новые корабли или обновлять текущие посмотрим так александр александр давай-ка ты еще разочек спрячешься давайте вы все спрячетесь потому что раз против нас проходят миссии по краже на у в этой самой технологий проектов значит кто-то обнаружен ничего критического мы сейчас не потеряем из-за того что мы все затаились объединиться мы пока не можем все поехали подтвердить есть и они затаились есть батареи ультрафиолетовых дуговых лазер в диаметром 60 сантиметров лично и они теперь будут устанавливаться на наши боевые станции так батареи ультрафиолет 240 дуговой это вот который на нас ставится его классы кораблей так а 2 на блок 4 обновить оружие корпуса лазеры давайте сравнивать большие сравниваем перезарядка одинаково урон одинаковый дистанция диапазон действия максима одинаковый масса одинаковая энергия у ультрафиолетовых больше мощность выстрела одинаковая а вот под этот самый эффективность брони ультрафиолетового с ним еще снижается то есть эффективность брони чем меньше тем лучше для нас как для атакующих но не сказать что прям супер много на короткой дальности до с 13 до 8 но тем не менее а чем дальше тем лучше на дальнем диапазоне со 120 процентов до 68 процентов мне кажется это очень хороший коэффициент так что бум 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 нет так то нет нет кнопки обновить модули так и вот так хорошо натриевый охладитель у нас пока по-прежнему остается радиаторы батареи чунову там пока нет твердо топливный газовый реактор 9 траватный реактор имеет ли смысл на вставить траватный реактор емкость батареи 48 емкость охладителя 370 а максимальное потребление оружия сколько мне кажется что траватник пока не имеет смысл ставить так это нас не интересует супер жидкостная ракета кронос кстати не так уж прям плохо топлива газовая вместо водяного тяга прям неплохо а броня новые мы открыли ее нет нет это алмазоиды которые мы еще технологии не открыли окей да не то что проект а именно технологии еще не открыли сократить десяток горючих баков чтобы меньше тратить на топливо воды и увеличить ускорение нет оставим как было и броню от тоже оставляем сохранить соответственно четвертый устарел и вместо так надо обновить еще флаг флаг 4 обновить эти мы ничего не меняли меняли мы только оружие лак сохранить был блок 4 стал блок 2 отлично гениально супер так это удалить можно блин флагманы у нас старый мы их не можем обновить до новых мы можем обновить зато 27 дней на обновление блока 4 так на меркурий все верфи заняты на марсе должны быть свободны 27 дней давайте обновим что это будет существенное увеличение нашей боевой мощи но вот этот расчет боевой мощи мне кажется абсолютно не мир там явно будет больше прирост боевой мощи ехали но показали себя дредноуты неплохо в своем первом сражении пришельцы завершают переход на низкую орбиту марса и идут к моей станции вот черт но это не та станция где у меня верфи что где верфи называется марс верфи они идут хэйв хавлок там там цупы 30 кораблей так как вот них отсортировать тут нет сортировки до так дредноут вижу линкор вижу остальные все маленькие дредноут 1 дредноут 2 дредноут 3 дредноут остальные маленькие марс 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 вот это наверное да блок 5 отменить эти блок 4 это новые которые строятся все м.д. 12 кораблей я не думаю что нам нужно добавлять сюда ракетные корабли они нам будут мешать в том плане что они будут они тогда и 100 поскольку она у них 30 кораблей максимум кораблей 90 по умолчанию 30 пускай хотя бы внимание на себя отвлекают мы прибыли раньше отлично так а у меня нету даже опции расположиться позади станции нет не колонны а три линии давайте вот так интересно почему у меня даже нет опции позади станции расположиться на этой станции потому что нет боевых станций до этих самых сегментов наверно да кстати из-за этого так тогда если на станции нет боевых сегментов серьезно ни одного да этот раз они боевые сегменты нет тогда нам нет смысла стоять на месте тогда летим вперед на максимальной скорости опять таки давайте дадим управление и и посмотрим на что они способны они сразу берут курс в эту сторону бум попали это причем попали наши эти магнитные снаряды интересно у нас дредноут получает повреждения еще один но пока держимся посмотрите вот вот он стреляет по снарядам раз два раз два по два выстрела им нужно на снаряд это хорошо чем тяжелее снаряд тем больше в него нужно раз им попасть свои защиты чтобы предотвратить попадание то есть для нас это хорошо для них это естественно плохо когда таких снарядов летит много то больше шансов что кто-то из них все-таки попадет так остается немного очень хорошо очень хорошо что это вот никак не прибьете который вокруг вас летает и со стороны вас атакуют наконец-то так еще несколько где-то в стороне окей ну мы подтвердили что и и нужно к минимуму несколько снарядов попасть несколько выстрелов сделать к минимум два выстрела на наши снаряды это отличные новости так еще здесь а где еще один не контролируемо пытается нас покинуть окей ну давайте заквершим автор решение боя сделаем мы не потеряли ни одного корабля повреждение есть но потерь нет уничтожили всех врагов 9 и 4 экзотика 1300 металлов 1100 газов 335 благородных металлов мне кажется это отличный результат превосходный окей дредноуты решают на этом этапе игры в такой конференции в такой конфигурации дредноуты красавчики так разделить так адвина 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 не адвина и Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Зажигалка, зажигалка. Это вроде. Разделить. А, нет, еще один. Все, здесь только остались дредноуты. Возвращаемся на Mars-верфи. подтвердить такты м1 сохранить объединить ромео 319 и отправить вас на марс верфи подтвердить ок отлично давайте на этой бодрой новости мы прервем сегодняшний эпизод продолжение в следующий раз